В начале масштабной поисковой операции, которая в эти минуты разворачивается в республике Алтай в районе Телецкого озера, где потерпел крушение вертолет Робинсон. Уже найдены обломки машины, а также тело первой погибшей. Всего, как сообщается, на борту находились пятеро человек. Вертолет пропал накануне, в километре от берега. Зимой Телецкое озеро не замерзает. Глубина в месте падения более 200 метров. Сотрудники МЧС готовятся задействовать в операции управляемый подводный аппарат. Сейчас перебрасывают дополнительные силы спасателей из соседних регионов. Для проведения поисково-спасательных работ сформирована группировка сил и средств в составе более 160 человек. Планируется задействовать три воздушных судна. Вертолет вылетел с базы отдыха. Судя по фотографиям, площадки для взлета и посадки оборудованы прямо возле гостевых домов. Первоначально сообщалось, что помимо пяти взрослых на борту были двое детей. Позже эту информацию опровергли. Известно, что полет в районе озера согласован не был. К тому же летать над заповедником в темное время суток запрещено. Впрочем, общественные организации пилотов утверждают, что разрешение на полет в данном случае не требовалось. На своем сайте организация опубликовала список тех, кто был на борту. За штурвалом был опытный пилот, инструктор Дмитрий Ракицкий. Он является участником первого в России кругосветного путешествия на вертолетах подобного типа. На них же он летал на Северный полюс. В эту поездку Дмитрий взял с собой жену Елену. Как раз ее тело, по предварительным данным, и обнаружено. Также в вертолете находился бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 он был в числе пассажиров вертолета, который потерпел крушение во время незаконной охоты. Тогда погибли семь человек. Анатолий и еще трое выжили. Среди пассажиров Робинсона также были известны и бейсджампер Глеб Вариводин, и гендиректор компании, которая специализируется на вертолетных турах Мария Козинцева. Продолжение следует...